Ну и, собственно, тот самый финальный кусок, как говорится, мы сделаем это с помощью вот такой прекрасной кружки. И, собственно, я пью за ваше здоровье и желаю вам прекрасного 2023 года! Да! Вот так-то лучше! Привет! Ну что, друзья мои, я уже готов к вашим комментариям. Второй видос за день, Серега, ты нас балуешь! Ну, на самом деле, кстати, в этом году я выпускал уже два или три раза по два видоса в день. И самое интересное, что в прошлом году я подумал, да давайте сделаем традиции, да? В 31 декабря я постараюсь выпускать вам, как обычно, один игровой видос, который по стандарту и должен выходить на канале. И, соответственно, новогоднее поздравление. И, на самом деле, есть о чем поговорить, потому что это небольшой новогодний подкаст, как же я мог вас оставить, конечно же, да? С вами еще раз повторимся спектр. И бывает такой один день в году, когда не нужно монтировать ролик. То есть, условно говоря, поставил какой-нибудь видеоряд, да, чисто фоном. И, наконец, можно минут 10 поговорить, прежде чем вы пойдете нажретесь просто как свиньи. Что я крайне осуждаю, потому что... Ну ладно, я это осуждаю по медицинским соображениям, потому что в этом году мы с вами поговорим о многом. Итак, друзья. В 21 году, 31 декабря, я записал для вас новогоднее поздравление, которое вам зашло. И которое бросло рядом мифов, слухов и так далее, потому что фон там был не самый стандартный, конечно же. Но это я, это мой канал, поэтому вы прекрасно понимаете, что все не может обойтись просто так, да? Поэтому, да. Собственно, что мне хотелось бы сказать перед основной, да, так скажем, частью. Перед основной частью хотелось бы, естественно, поздравить вас с наступающим 2023 годом. 2022 я планировал провести на канале в такой агрессивной обстановке, как и предыдущие года, на самом деле, забегая вперед, да, скажу. То есть я действительно в конце 21, если, конечно, правильно помню, упомянул ли я об этом видосе, но хотел прям по полной программе провести его насыщенно, именно так же работая над каналом по большей части своего времени, да. Естественно, отдыхать периодически нужно, поэтому времени у меня на это всегда хватало. Но, естественно, про вас нельзя забывать ни в коем случае, что и показывает моя практика. С учетом того, сколько всего тут у меня происходило в этом году, надеюсь, у вас, конечно, тоже, да, но не такого масштаба, естественно, на все время хватало. И, верите или нет, это был первый год, в котором я взял перерыв, при том не по своей воле. Да, целую неделю не выходили ролики. Собственно, почему, если кто не следит, вот сейчас в основной части я обо всем расскажу. Ну, начнем с того, что 2022 год у меня начался с невероятной новости по поводу, опять же, опухоля, которой я уже записывал видосы, собственно, по этой причине, целую неделю видосы не выходили. На самом деле, кто-то сейчас скажет, ну, действительно, это довольно печально, тем более я увидел, какую поддержку вы оказали на том самом видосе, когда я рассказывал вам, что происходило со мной в период с марта по июля, то есть 4 месяца. При этом видосы, стримы, все это было, никто ни о чем не догадывался, потому что я считал, что это нужно оставить за кадром до момента, пока все не встанет на ноги. И это, собственно, произошло. На самом деле, к чему я это все, друзья? Это было не так уж и плохо, с учетом того, что это была такая теневая, что ли, болезнь, да, можно ее так назвать. Она показала себя только после того, как я практически подряд переборол сначала ковид, потом, соответственно, его следующую условную стадию, это омикрон. Она нащупала у меня вот эту хрень в башке, которая сидела, оказывается, годами, и из-за чего, соответственно, мое тело, моя внешность, мое тело, моя внешность подвергались деформации. Это было заметно, да, я скажу вам правду, потому что опухоль гормональная, я очень много после этого вычитал про это все, поэтому и предупреждал вас в том самом видосе, что если не дай бог, вот основная задача, почему я подобные ролики, да, записываю о состоянии там своего здоровья, если что-то критическое, обезопасить вас. Это самое главное, потому что, сталкиваясь с чем-то наяву, я очень хочу предупредить людей по поводу того, с чем вы можете столкнуться, если вдруг будете, соответственно, пренебрегать всякими последствиями, да, связанными со своим здоровьем и, к примеру, с первичной симптоматикой, если она у вас уже присутствует. То есть в этом году начал я все крайне печально, но тем не менее к середине года я вылечился. Правда, в начале следующего мне предстоит еще одна операция, потому что остатки нужно доудалять уже с помощью лучей, да, там хирургически уже не достанут, к сожалению, нейрохирурги, чтобы убрать эту штуку, но сказали, что по идее все будет хорошо, потому что доза там нужна небольшая, но мне придется какое-то время, условно говоря, провести в переезде. Не волнуйтесь, на ролики это, опять же, никак не повлияет, просто, да, я в этом году очень сильно залечивался. Хорошо, по поводу себя я поговорил. Год у меня был, пожалуй, самый насыщенный, ребят, за все время, что я занимаюсь ютюбом. То есть если брать период с 2012-го, то кошмар. Но, с другой стороны, я наконец-то смог нормально и полноценно совладать со своим свободным временем, правильно распределить время в сутках, чтобы оставалось время и на вас, и на свои там болячки всякие дела и тому подобное, и, конечно же, на отдых, что явно мне все-таки пошло на пользу, потому что сейчас такой боли я уже особо не испытываю, и, честно говоря, опыт был действительно интересный. Поэтому вам подобного все-таки не пожелаю столкнуться, и надеюсь, что если 22-й год у вас прошел здоровыми, то, надеюсь, и с 23-й будет точно такой же. Не переживайте, со мной все в порядке, если что, буду держать вас в курсе. Следующее. Теперь мы поговорим по поводу канала. Что у нас с вами было? Напомню о том, что начали мы год без отметки даже в 700 тысяч подписчиков, хотя, на самом деле, я очень хотел ее апнуть. Если не ошибаюсь, на канале было 1680, когда год уже закончился, но 700к мы с вами взяли приблизительно... Подожди, я даже не помню, какой специальный видос-то я сделал на это... А, обзор дома, обзор дома, точно. Это было в апреле, кажется. Да, тогда у меня как раз головные боли эти начались. И, собственно, да, ребят, в апреле 700 тысяч мы с вами взяли, кто бы что ни говорил, но мы, ребята, медленно, но верно движемся к отметке в миллион. Там уже все просто хотят, уже все буквально растрындели по этому поводу, что, Серега, когда-то миллион, там, люди, которые пять лет назад со мной общались, но по каким-то причинам мы перестали это делать. Такие, Серега, ну что там, миллион-то есть уже, я просто редко захожу на YouTube. Я говорю, медленно, но верно, братан, медленно, но верно, когда-нибудь мы до этого всего обязательно дойдем. Этот год мы заканчиваем, по крайней мере, вот сейчас, когда я записываю это аудио, на отметке 765 тысяч подписчиков. То есть более 70 тысяч человек еще посетило нашу скромную базу на канале, чему я, не сказан, рад, потому что я рад абсолютно каждому новому подписчику. Это продвигает наш канал до, опять же, заветной цифры в миллион. Плюсом, надеюсь, что людям также нравится смотреть ролики, которые я стараюсь выпускать также ежедневно, и периодически даже балую вас вторым видосом, если, к примеру, у меня слишком много свободного времени. Что еще вам рассказать по поводу канала? В целом, я, честно скажу вам, за цифрами стал следить достаточно реже в этом году. Опять же, в основном это было связано из-за первого пункта, да, который был в этом новогоднем подкасте. Но я думаю, вы понимаете. То есть, когда у тебя такое происходит, то на всякие цифры ты обращаешь внимание уже потом-потом. Самое главное смотреть, что происходит наяву. Но, вроде как, все было нормально. Все были довольны. Поэтому, да, какие-то разнообразия сунули на канал. Что-то пошло, что-то не пошло. Какие-то рубрики потестил. Какие-то, к сожалению, пока временно прикрыл. Но не говорю, что они закрываются целиком. Поэтому не переживайте на этот счет. Если что-то упустил, да, на паузу поставил, возобновим. Если что-то вам и так зашло, то будем продолжать в 23-м году. Никуда, соответственно, это все не денется. И, в принципе, по поводу канала мне поговорить больше нечем. С учетом того, а что вообще происходило в этом году? Давайте подумаем. Вышел Outlast Trials, да? Наконец-то новая игра в серии, которая такая, знаете, под разрядом завсегдатой у меня на канале. То есть Outlast я снимать люблю, в особенности первую часть. И вот мы получили Trials. Правда, не полную версию. Но все-таки будем ждать. Колда, как обычно, вышло, да? GTA, особо ничего не было. Far Cry 6 мы немножко с вами пощупали. Ну, а в целом, не знаю, я купил себе Elden Ring. Я не поверю, я его весь год просто хотел себе купить. Но у меня, к сожалению, большая часть бюджета в году уходила как раз-таки на болячки вот эти всякие. Да, на анализы, на поездки и так далее. То есть все вот это в основной части у меня было. Но я все-таки это смог сделать, и дай бог, если повезет, я сделаю, может быть, даже рандомайзер по Elden Ring, который давным-давно вышел. Мне его, естественно, скидывали люди, но я пока вроде остался. Тем более Dark Souls, я думаю, на моем канале любит больше, чем вообще людей, которые знают про Elden Ring. А что дальше хочется сказать? По поводу каких-то личных планов. Если вы помните подкаст 21 года, я в нем говорил о открытии своего второго канала, который я не хотел бы, конечно, рекламировать на этом, потому что контент разнится в разы, и я думаю, что мой контент на втором канале вообще не понравился бы людям, которые подписаны на этот. Ну, слишком там кардинально все другое. Но я говорил о том, что делаю один фильм уже на протяжении многих месяцев, и я его закончил в сентябре. Это правда. Я его закончил, я его выложил, на данный момент он заимел что-то 500+, по-моему, просмотров. Не переживайте, я прекрасно понимал, что он соберет немного, да, в отличие от того, что происходит, допустим, на этом канале. Но на это и делался упор. Во-первых, это скорее контент для такой саморефлексии, потому что музоны слушаю постоянно, в свободное время, открывают для себя какие-то новые группы, жанры и так далее. И иногда очень хочется поделиться альбомами или группами в русскоязычном сегменте Ютуба, да, так скажем, о которых мало кто, к примеру, знает, или что является базой, но что подойдет и людям, которые любят слушать музыку в принципе и искать что-то интересное для себя. На данный момент я успел на второй канал выложить три видоса, это опять же фильм про мой самый любимый альбом, это небольшой фильмец про самый пофигистичный альбом в истории музыки и про самый лучший музыкальный альбом 2022 года. Если вас интересует все-таки, где это можно найти, это находится на моей странице ВКонтакте, прямо на стенке, я туда постчу все подобные видосы. Ну и буду это делать, наверное, в принципе, потому что личную страницу ВКонтакте все равно нужно для чего-то использовать. А в целом, что я вам могу сказать, друзья мои? Планы на 23 год, понимаете, они сейчас будут очень сильно разниться от того, что я говорил в планах с 21 на 22, потому что этот год показал, что все происходит спонтанно. То есть начинается либо что-то крупномасштабное, либо происходит что-то невероятное в твоей личной жизни, что просто ставит тебя в угол. Серьезно. Но благодаря этому ты открываешь много всего интересного. К примеру, пока я лежал в больничке, пока у меня трансформировался организм, я в очередной раз понял, что шоу-импровизация на ТНТ это, наверное, самая лучшая юмористическая передача, которую я смотрел в своей жизни. Эти ребята помогали мне просто избавиться от боли, которая продолжалась целую неделю. Естественно, после хирургического-то вмешательства в мозг, считайте. Я загадывал вроде одно, я надеялся на одно, но получилось совершенно другое. И сейчас ты смотришь под конец года, что, в принципе, все, что не делалось, делалось к лучшему. Поэтому, друзья, если у вас также была какая-то проблема в этом году, которую вы, надеюсь, решили, или, к примеру, что-то ожидает в 23-м, как и меня, да, к примеру, не парьтесь на этот счет, играйте на время, все успеете сделать, ни о чем не парьтесь, все будет нормально. Главное, чтобы 23-й год просто прошел хорошо. Если у вас удастся прям полноценно отдохнуть в 23-м, то это, конечно, круто. Но теперь, я думаю, пришло время переходить уже к самому поздравлению, потому что видос может затянуться надолго, как вы знаете, в плане подкастов я могу часа три буквально рассказывать вам об одном, и потом улететь какие-то дебри и рассказывать о другом. Тем более, от видеоряда вы, наверное, устали. Дорогие друзья, поздравляю вас с наступающим 2023-м годом, я надеюсь, что вы его проведете хорошо, все проблемы в нем будут решаемы, здоровья вам, здоровья вашим близким, в особенности родителям, как бы то ни было, здоровья вашим друзьям, также родственникам, вот это самое главное. Все, что я могу пожелать именно от себя в этом году, это здоровья крепкого. То, что желать денег? Да денег вы всегда успеете заработать, на самом деле. А для этого должно быть хорошее как физическое, так и душевное состояние, психологическое, правильно? Поэтому здоровье это превыше всего. Не доводите себя до всяких нервных срывов, не парьтесь насчет действительно каких-то глупостей. Если все крайне печально, залетайте на мой канал, я при абсолютно любых условиях, при абсолютно любом настроении всегда сделаю для вас ежедневный видос, который будет направлен на то, чтобы просто поднять вам настроение. Тем более и сам в такие моменты я хорошо отвлекаюсь. Как я и говорил, да, даже в этом году отдохнул не по своей боли, но там действительно башка просто разрывалась. Я технически не мог даже к компу подойти, я думаю в этот момент вы все-таки понимаете, да, насколько все было сложно. Ну а тем не менее, надеюсь таких вещей больше не будет. Хорошо, отметьте, желательно с кем-нибудь, даже если у вас друг там один или подруга какая-то есть одна, да, все равно проведите вместе этот Новый Год, как-никак праздник. Еще лучше посмотреть один дома, один дома два, что я естественно планирую делать, да. Не напивайтесь особо сильно, я это крайне осуждаю, я просто как человек, который вообще не видит в алкоголе ничего абсолютно полезного. Выпейте сока, выпейте лимонады, можно там чайку, кофейку воды выпить, это не важно, главное, чтобы вы с трезвой башкой проснулись 1 января и просто отдохнули этот день. Как минимум один, что я также и планирую сделать. Ну и с вами весь 2022 год был дружелюбный сосед Спектр. Надеюсь, что вам понравилось проводить этот год со мной, на постоянной или не на постоянной основе, потому что как повезет так или иначе. Ну а 2023 год мы с вами продолжаем в абсолютно том же ритме и режиме. Как я и говорил, играйте в хорошие игры, играйте с хорошими модами и в 2023 году. А сейчас небольшой кусочек, который, надеюсь, поднимет вам настроение, и после этого мы можем прощаться, вы пойдете праздновать, а я где-нибудь там за кадром то же самое сделаю. Всем удачи и увидимся через одну склейку.